Зимой волосы, кажется, сходят с ума. Любое неосторожное движение, и они начинают стоять дыбом и даже стрелять током. Волосы, торчащие в разные стороны, так себе зрелище. Прическа выглядит неаккуратно, да и просто мешает нормально жить, ведь волосы приходится постоянно поправлять. Так почему же они электризуются и как с этим справиться? Ответим на все твои вопросы. С вами Марго и Бьюти Шоу. Почему волосы электризуются? Все просто, когда они трутся о свитер, шарф или что угодно еще, в них образуются положительно заряженные ионы. Вспомни физику. Они отталкиваются друг от друга, из-за чего волосы и выглядят как пушистый шарф. Так что электризация волос это совершенно нормально. Зимой эта проблема появляется особенно часто, потому что мы носим шапки и шарфы. Температура на улице и в помещении очень сильно отличается. Из-за отопления воздух в помещении становится очень сухим. Что делать, если волосы электризуются? Делимся простыми и полезными советами, которые помогут избежать электризации волос зимой. Смени шапку. Синтетические ткани лучше, друзья, электризующихся волос. Попробуй заменить шапку из полиэстера на хлопковую или шерстяную. Конечно, волосы скорее всего все равно будут электризоваться, потому что трение никуда не денется, но гораздо меньше. Увлажняй волосы. Сухие волосы электризуются активнее, даже если тебе кажется, что они жирные. Им на самом деле может не хватать увлажнения. Обязательно используй бальзам после шампуни и не пренебрегай несмываемыми кондиционерами. Их наносят на мокрые или влажные волосы для дополнительного питания. А на сухие можешь добавить каплю масла, как завершающий штрих. Избавляйся от сухих кончиков. От сеченных кончиков нужно избавляться без сожалений. Мало того, что иначе волосы будут обламываться все выше, но еще именно такие сухие участки электризуются сильнее всего. Для здоровья и красоты волос кончики лучше подстричь. Используй спрей-антистатик. Такие средства предназначены специально для борьбы с электризацией. Обычно это специальные спреи, которые можно купить в магазине. Но можешь сделать и домашний вариант своими руками. Налей в бутылочку с распылителем примерно 100 мл кипяченой воды комнатной температуры, а потом добавь туда чайную ложку любимого бальзама для волос. Взболтай и готово. Увлажняй воздух. Увлажнитель воздуха самый эффективный вариант, но совсем не дешевый. Как альтернатива можешь просто расставить по дому тарелочки с водой. Она будет испаряться, воздух станет менее сухим. Выглядит это все будет как ведемский ритуал, зато какая польза. Влажное белье в комнате. Можешь просто сушить белье после стирки в комнате или специально повесить влажное полотенце. Например, на стул. Вода будет испаряться с одеждой и увлажнять воздух. Вообще, это полезный лайфхак для тех, кто живет в больших семьях. Так стирать можно чаще, ведь не придется ждать, пока высохнет остальная одежда. Открытая дверь в ванную комнату. После душа советуем оставлять дверь в ванную открытой. Здесь уровень влажности обычно повышен. Таким образом, влага равномерно распределится по всей квартире. Увлажнитель воздуха. Если варианты с подручными средствами тебе не подошли, вернемся к первому пункту и рекомендуем установить увлажнитель воздуха. Это один из самых простых способов нормализовать влажность воздуха в комнате. Нужно лишь нажать на кнопку. А на сегодня я с вами прощаюсь. Встретимся в следующих выпусках. С вами была Марго и Бьюти Шоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова